Всем привет! Сегодня у нас будет история от девочки-подписчицы. Но тут уже вопрос только о знакомстве с турками. Давайте я зачитаю вам, сделаем какие-то выводы, пообщаемся на эту тему. Я давно слежу за тобой в ютюбе, не пропускаю твое видео. Ты очень приятная мне как человек. Твои советы и твои взгляды на жизнь очень похожи с моими. Твои видео очень познавательные и интересные. Спасибо большое за то, что ты делаешь. Я хотела спросить твоего совета. Возможно, это покажется странным, потому как слышала критику с твоей стороны в адрес девушек, которые ищут для себя турок. У меня очень интересно складывались обстоятельства жизни. Мне 34, и я из Киева, и была замужем раньше. Рано вышла замуж. Всего мои отношения с мужем продлились 12 лет. Я пережила развод с ним. Мы неоднократно омирились и расставались. Но в 2016 году окончательно разошлись. Он не хотел детей, не хотел брать ответственность ни за что. Его больше интересовали его родители. С его деньги уходили в их семью, и они не работали. И он им помогал. Первое время я была не против, но потом это вышло в привычку, и мы жили на мою зарплату. Я устала от этого, и с ним было вместе невозможно ничего спланировать. И на него никогда нельзя было положиться. Я очень тяжело переживала расставание, так как еще узнала, что спустя 3 месяца, как мы расстались, он начал жить гражданским браком с какой-то девушкой. Для меня это был просто шок. Моя подруга предложила мне развеяться и поехать отдыхать. Мы выбрали отель, приехали в Кемер, там хорошо отдохнули, провели время. В отеле был турок, который с ума от меня сходил, но я с ним даже не разговаривала. Он смотрел на меня, когда видел, и видно, что я ему понравилась. Когда пришло время уезжать, он попросил мой инстаграм, так началось общение. Тогда я еще не знала всех тонкостей и не воспринимала его всерьез, хотя так и надо было, наивная дурочка. В общем, мы общались каждый день, и со временем я забыла своего мужа. Я поняла, что есть еще мужчина, и на моем бывшем муже мир не остановился. Летом я поехала в отель к нему, мы провели время, продолжали общаться, но он ко мне не планировал приезжать, и я поняла, что ничего серьезного из этого не получится. Я начала интересоваться Турцией, культурой, поняла, что этот человек мне не подходит для будущего, ну, по крайней мере, такого, каким я его вижу. Но потом вообще оказалось, что он мне лгал. И когда я приезжала в этот отель, выяснилось, что там работала местная девушка, турчанка, на которой он женился. Но весь отель знал, что у нас с ним отношения. Я не знаю, как она это смотрела вообще, и что он ей там лгал, когда я была там. Мне было тяжело с ним расставаться, я переживала, расстраивалась очень сильно, и у меня была депрессия. Но потом я взяла себя в руки, отпустила его. В Украине у меня не получается завести ни с кем отношения, я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, учу английский, турецкий, постоянно где-то бываю. Но со мной никто не знакомится, я выгляжу младше своих лет, никто не может мне дать мой возраст. Но когда узнают, сколько мне лет, у всех происходит шок. В общем, я решила искать свою любовь в Тиндере, и получилось заводить знакомство только с турками. Я для них идеальная невеста, учу их родной язык, у меня нет вызывающих фото в соцсетях, я в принципе по себе скромная, но у меня ничего не получается. Не попадаются они серьезные парни. Я много раз была в Анталии, в Стамбуле, но вот так как-то на улице у меня не получается знакомиться. Я, конечно, не беру в расчет торговцев, славок и какие-то, которые кричат в след что-то, и не совсем нормальные вещи. Я общалась с одним парнем полгода, он из города Силаса. Конечно, не супер город, но мне очень нравился как человек. Но проблема в том, что он понял, что я ему не по карману. Хотя он банкир, но у него много кредитов, каких-то обязательств, непонятных для меня проблем. В итоге наше общение закончилось. Я хотела спросить вашего совета, вообще реально познакомиться с приличным турком на сайте знакомств? Как они расценивают наших девушек, ищущих знакомства с турецкими мужчинами? Мне кажется, что зачастую они не воспринимают серьез такие знакомства. Некоторые пишут сразу, что ищут девушку для секса, что у него запланирована поездка в Киев, например, и он не против провести со мной время. Для меня это просто шок. Но если это ищут, значит наши девушки не против. Спрос рождает предложение. Я уже очень хорошо знакома с турецкой культурой и поведением. Я не понимаю, возможно, проблем во мне. Возможно, я себя неправильно как-то веду, не так что-то делаю. Ты для меня являешься авторитетом, я бы хотела от тебя получить ответ. Извини, что так много, возможно, не по делу. Я девушке отвечаю, тоже это зачитаю. Привет. Я просто думаю, что ты ищешь не в том месте серьезные отношения. Тиндер – это приложение для поиска людей, сходить на свидания, быстрое знакомство и симпатия. Сайты – это неуверенные в себе, как правило, или не стремящиеся к семейным отношениям мужчины для развлечений. Продавцы в лавках туристических, да и прочие бабники, они работают с туристами в ресторанах и так далее. У них поток женщин перед глазами, и какие серьезные отношения вообще могут там быть. Деньги на серьезные отношения – идеальное. Знакомство с продолжением – это знакомство в отеле с постояльцем-турком, а не сотрудником отеля, бара, магазина и так далее. Продолжение – это флиртовать, но не допускать к себе близко. Держать на расстоянии, целовать, но не прыгать в кровать на второй день, оправдывая ошеломительной страстью. На то и расчерт курортных романов, что у них не будет продолжения и все по-быстрому. А если вкратце, а вообще проблема лично в тебе, если ты сама себя не любишь и не принимаешь окончательно, ты трудно расстаешься с мужчинами, излишняя у тебя есть привязанность. Ты задалась целью, делаешь все возможное, чтобы добиться и быть по шаблону. При этом ты не являешься сама собой, ты учишь чужой язык страны, изучаешь культуру и так далее. Дело не в твоей любви к истории, а в любви к мужчине и к твоей цели среди них найти подходящего. Но мужчины это чувствуют и при общении их это отталкивает. Ты стараешься быть другим человеком, чтобы понравиться, найти достойного. Это ни лотерея, ни магазин чувства еще никто не отменял. Мой совет тебе это заняться собой в плане духа, научиться любить, принимать себя. Когда ты начнешь тратить время на свои истинные желания, а не на поиски мужчины, то и мужчины будут клевать на твою энергию. Потому что женщина, любящая себя, окружающий мир, она притягивает, интересует. Мужчины хотят питаться ее энергией. Даже если ты встретишь нормального, выйдешь замуж, а дальше-то что делать? Цель-то сама собой себе достигнута. Так что цель нужно ставить не выйти замуж, а стать счастливой. Не найти мужчину, который меня полюбит, а полюбить себя саму. Потому что мужиков отбоя не будет и не только турков, а вообще вокруг, если ты себя полюбишь. Об этом уже я снимала видео на канале, и не одно. Да, эта тема, я думаю, интересует очень многих девушек. И можно искать не только турков. В принципе, вот эта целеустремленность в женщине найти. Короче говоря, так скажу проще, как я это вижу. Просто как человек, не как психолог какой-то. В какой-то степени у меня, наверное, тоже когда-то такое ощущение было. Но здесь, Давид, ты очень акцентировала внимание на возраст. Мне 34. Я молодо выгляжу, мой возраст мне не дают. Но когда узнают, все в шоке. То есть это вообще повергает в шок. Допустим, ты выглядишь лет на 25, и тебе 34. То есть акцент на внимание возраста. Акцент на то, что я хотела бы быть в отношениях. То есть вот это социальное давление, мне кажется, на тебя очень играет. И ты задалась целью, как робот, найти мужика. Выйти замуж. Турки просто тебе подходят по каким-то своим каким-то чертам характера. Национальности. Это очень большой стереотип у многих девочек, кто ищет турка себе. Религиозные, значит, правильно по Корану живут, плохо ничего не делают. Придерживаются какой-то свод правил, моральные этики у них есть. Фигня. Следующие. Не пьют, не курят, по Корану нельзя. Фигня. Далее. Восточные хорошо ухаживают, дарят подарки. Я чувствую себя королевой, принцессой. Все отлично. Фигня, потому что это может выражаться только в словах. Просто бла-бла-бла по ушам. Надо смотреть на действия, поступки тех же турков. И как себя ведут мужчины. Они, бывает, не говорят хороших, красивых слов, но очень поступками все у них прекрасно. Например, далее. Они красивые, симпатичные, ухоженные. Нет. Ухоженные, симпатичные, восточные мужчины, в частности, турки. У тех, у кого есть деньги, сходить хорошо к парикмахеру, к стилисту. Мужчины здесь за собой ухаживают, хорошо одеваются. Если мы будем брать среднее... У меня есть, кстати, видео на канале о ухоженности турков, такая ли она на самом деле. Если вы будете брать среднестатистического мужика, какого-то из провинции, не супер какого-то там продвинутого города, не такие они ухоженные. Не все ходят к парикмахерам, там, стрягутся дома под машинку. Не все бреют аккуратно там усы бороду, ухаживают за собой. То, что вы видите красивые, ухоженные, лощеные, это в крупных городах, ухаживающие за собой, самовлюбленные, это определенные минусы в характере уже есть, которые себя очень любят мужчины. И это всякие актеры, знаменитости. Да, если вы открываете YouTube, Instagram, вот это вот все, которые на публике, на показ для людей, скажем так, популярные личности, они, конечно, ухоженные. В большинстве своем, даже если у них там бородки, какие-то мужчины постарше, седина у них есть, они очень красиво, хорошо ухоженно выглядят. Это ухоженность за собой, на это есть деньги. А если мужчина среднестатический, денег у него на это нет, желания нет, он не ухоженный, будет такой же, грязных там, штанах ходить, неумытый и всякое такое. В общем, я про то, что ухоженный турок, это не везде такое есть, не все такие лощеные. И если вам вы видите, например, в курортной зоне таких ухоженных, лощенных мужиков, это для туристок для вас дело на большей степени. Да, они так как бы всегда выглядят, но вот этот стиль, это определенный вам сигнал, как они все как под одно, знаете, прически там нагелены, там виски выбритые, все, у них есть такой стиль курортных зон, я это называю, внешности, определенный стереотип, чтобы, это для привлечения женщин, чтобы понравиться женщин, чтобы подцепить какую-то девчонку, развлечься. То есть это уже говорит изначально, нет тут серьезности никаких в отношениях, это говорит изначально о желаниях мужчины, о его целях. Имейте это, девочки, в виду. Так, по поводу частности вот этой девушки и вот этой цели. Когда мужчина видит, что вы целенаправленно идете к цели, танком просто прете, конечно, ему будет неприятно, неинтересно, он перестанет как-то с вами общаться, у него пропадет интерес. У него не будет желания, потому что нет влюбленности, вы определяете, вот это вот ощущение найти цель мужика, понравиться, чтобы он выбрать того, какого я хочу, вы задали слишком цель, надо отпустить и полюбить себя. Все это защитная стена определенная идет для контакта с мужчиной. Об эту стену мужчины бьются и откакивают от тебя, вот в чем смысл-то, да, то, что я в письме от тебя писала. И займись собой, полюби себя, у тебя нет энергии. Мужчины не ведутся на тебя, потому что их не прет от тебя, у них нет вот этого, они не могут ничего взять. Они не только любят там хохотушек, веселушек, но мозги у женщины, да, за этим, за смехом, за улыбкой. Мужчины любят тянуться к легкости, к энергичности, к простоте восприятия чего-то. Также есть мужчины, которые тянутся к мозгам, не то чтобы она грузилась и делала там какими-то математическими теоремами и всеми прочими задачами, ну хотя бы просто немножко, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть она разбиралась там, не знаю, в чем-то, в искусстве. Конечно, потребности мужчины зависят, да, какие у него интересы, хобби и все прочее. Ну, в общем, короче говоря, какие-то пересечения интересов должны быть, да, чтобы женщины не прям как, вот когда говорят, ой, тут делай все как, вот всякие инста вот эти блоги и вот эти всякие богини, которые за деньги вам курсы дают по привлечению мужиков влюбить себя и все такое прочее. Типа сиди как болванчик, тупой рот иногда открывай, делай все, как сказала мужчина, это сексизм, да, вот сиди ему поклоняйся, мужчина будет доволен. Но это определенная категория мужчин, которые потом тебя уважать не будут. Мужчины тянутся к энергии, мужчины берут энергию от женщин, все это в принципе знают. Но это идет взаимообмен энергией, в обмен мужчина что-то, да, женщине дает какую-то тоже энергию. Это подпитка, в тебе просто на данный момент, сейчас этой энергии нет. Чтобы она появилась, ты должна поднять себе самооценку, полюбить себя, принять себя, свою внешность какую-то, принять, вот, тебя гонит то, что возраст, что ты одна, что тебе надо семью, что тебе надо рожать детей, вот это в голове, вот это общественное, вот от этого ты должна избавиться. И это у тебя сейчас отнимает силы. Вот эти думки и страх вот этого возраста, вот это социальное всего давление, это давление от тебя оттягивает силу, твои эмоции, ты в себе становишься неуверенна. Когда ты научишься говорить этому, все, баста, закрывать рот тем, кто тебя критикует, закрывать рот тем, кто спрашивает, а когда у тебя дети, когда ты выйдешь замуж, тебе уже пора, вот это, даже твои родители, родственники, близки. Закрывай рот всем, не позволяй им каждым этим словом разрушать твой защитный слой, твою оболочку, твоей самооценки. Откидываем все это. Мы ничего это не слышим, нет, 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 нет. Это уже первый шаг для повышения своей самооценки. Не обрывай слова людей, не разрешай им разрушать тебя. Вот эта энергия начнет тебе все-таки не уходить на борьбу с ними, доказывать, что да я еще молодая, да у меня еще время. Вообще с ними не общайся. Прекратила, ротом закрыла, тему не поднимаешь, все не обсуждаешь, нефиг перед свиньями бисер метать. Дальше. Энергия в тебе немножко остается, ты повышаешь свою самооценку, живешь для себя, выкинь эту цель, забудь о том, что я ищу мужика целенаправленно, какие-то тиндеры, сайты, знакомства, все прочее. Так что, я думаю, в общем, я все это объяснила, надо начать любить себя, и тогда эта энергия в тебе будет зарождаться, и мужчина будет на это клевать, чувствовать это. Не надо идти как на пролом, нужен мужик. Это огромная твоя самая большая ошибка, вот это цель. Живи без цели, наслаждаясь жизнью, и это себя не заставит долго ждать, и появится такой мужчина. Далее. По поводу, конкретный вопрос был, да, как мужчины в Турции относятся к сайту знакомых, все прочее. Ой, я уже в видео как-то это говорила, повторю эту фразу. Вы думаете, что на сайтах знакомств, если турки, то все серьезные сидят, и так же, как в России, все неженатые сидят в серьезных отношениях. Ну что за бред? То есть так же, так же, как и в России, это какие-то... Есть, короче говоря, по своей знакомству уже была у нас отдельная история. Я вам так скажу, что для отношений серьезных, чтобы там знакомиться как-то, в Турции, здесь турки, это сарафанное радио, семейное знакомство, когда кто-то знакомит кого-то с кем-то, по родственному, друзей и все прочее. Это самый надежный способ. Второе, это не случайные знакомства на работе, учебе еще где-то, какие-то социальные такие связи. Третье, это, ну там соседи, все туда подключаются. Какие-то знакомства через тоже знакомых, это все равно что-то, какие-то соприкосновения социальные в жизни, в реальной, не интернетное дело. И да, бывает фейсбук какой-то, интернет, сайты знакомства, знакомятся, но это не так. Процент, естественно, ответственных, серьезных семейных мужчин там, конечно, меньше, чем вот вы познакомитесь в реальной жизни. Это знакомство сарафанное. На улицах кафе не часто это знакомится, естественно, там флирт, глазки, вот эти все дела. Но это не так просто, не так легко, как в России будет, потому что есть тут религиозные люди, женщины очень там к себе они как-то не подпускают и все прочее. То есть это больше переглядки, какие-то флирты глазками, а так, чтобы это, знаете, допустим, ходить в одно и то же кафе постоянно, встречать одну и ту же там девушку, она ходит в то же самое время, с ней долго переглядываться, улыбаться, тогда потом подойти знакомство. Да, это нормально, вот так для Турции. Но так как ты здесь туристка, например, у тебя нет времени ходить регулярно в одну и ту же кафешку, вот это вся история, чтобы развивалась. Здесь, если вот такие уличные знакомства, то в таком плане. Отношения, да я, честно, не знаю, как отношения к сайтам, фейсбукам всяким здесь. Ну, нормально, как же, так же, в принципе, как у нас, но и процент всяких проходных, скажем так, мужчин несерьезных, там тоже большое и несерьезное, так что вот все. Что я могу сказать, то же самое, что у нас, в принципе, никакой разницы нет. Буду ждать ваши комментарии, что вы посоветовали девочке, кто в этой теме, было ли полезным мое видео, было ли полезно мое видео на эту тему, жду ваши комментарии. Спасибо за внимание, всем пока!